Культура необходима всем людям. В этой сфере находят свое отражение традиции и достижения народов нашей страны. Это настоящее достояние, которое содержит большой творческий заряд. Но реализоваться этот потенциал может только при помощи работников культуры. Это люди особой профессии. Они наделены талантом и способны на творчество. В Славянском районе работают много замечательных специалистов, преданных своей профессии. Директора дамов культуры, заведующие клуба в библиотекаре, преподаватели музыкальных и художественных дисциплин, работники музея, руководители самодеятельных коллективов. Большая работа проводится по развитию культуры, духовности, патриотическому и эстетическому воспитанию. Работники культуры – это люди отдельной категории, отдельного склада. Культура творится от души. Культура никогда не творится по принуждению. И на сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, культура – это стратегическое направление работы нашего государства. Как обычно, в этот день мы подводим своеобразные итоги года прошедшего. И нам есть чем гордиться, потому что у нас за прошлый год более 260 лауреатов конкурсов различного уровня. Наши артисты в прошлом году посетили Республику Беларусь. Сейчас мы буквально несколько дней назад приехали из Москвы. Позавчера мы были в детском лагере «Смена». Везде мы привозили свои эмоции, свои традиции, рассказывали о благодатном Кубанском крае. Со всего района в городской дом культуры приехали люди для того, чтобы принять участие в торжественном мероприятии. Для них сфера культуры действительно стала не просто работой, а делом всей жизни. Как выглядела бы моя жизнь, если бы не культура, если бы не мой первый педагог Павликовская Елена Борисовна. Я даже помню наши первые уроки. Надеюсь, что и ученики, которые ко мне приходят, может быть, тоже будут так относиться к моим урокам. Культура преображает. Я работаю в селе всю свою жизнь, в сельских музыкальных школах. И вижу, как дети, которые приходят в музыкальную школу, это как бы дети, которые проходят какой-то фильтр или отсев, и они приобретают другое качество. Мы подставать жребни, традиции хранить, мы будем бесконечно профессию любить, мы будем, как и прежде, призвание дорожить. На звезд, всплывающих, искусствов живущих, культуры процветают, наш краснодарский край. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко от всего сердца поздравил собравшихся в Большом зале с профессиональным праздником и пожелал им всего самого наилучшего. Хочу вам всем пожелать, прежде всего, здоровья, успехов, удачи. Сегодня на территории нашего муниципального образования Славянский район в отраслях культуры работает более 400 человек. Действительно работают талантливые, прекрасные люди, влюбленные в свою профессию. И я уверен, что они не мыслят в другой профессии, как работника культуры. Это призвание, просто быть работником культуры. Ну, естественно, его же и талант. Поэтому мы рады, что в нашем районе такая большая армия работников прекрасной культуры. Григорий Литовко вручил лучшим работникам культуры благодарственные письма и памятные подарки от имени главы района Романа Синеговского, благодарности и почетные грамоты Министерства культуры Краснодарского края, медали за вклад в развитие культуры Славянского района. Цель праздника – отметить весомый вклад героев торжества, возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства России. Мы с вами отдаем свою энергию, мы пробуждаем в людях те добрые вечные качества. Мы их зажигаем, горя сами. И, наверное, в этом наш с вами такой сложный, но очень-очень благодатный и благодатный труд – дарить людям свою энергию, зажигать их, пробуждать в них душу, радость, любовь. Власть создает условия для развития культуры, а та, в свою очередь, делает славянцев духовно богаче, а жизнь интереснее и ярче. Случайных людей в мире песни, искусства не бывает. Они, если даже появляются, они быстренько растворяются куда-то. А те, которые в самом деле душой и телом, им нравится все это, и они никуда не деваются, они все время здесь, в ДК, где-то участвуют, приходят везде, на все концерты. Каждый артист или, скажем, тот человек, который вышел на сцену, что-то донести до людей, он хочет, чтобы его услышали, чтобы его увидели. Естественно, ему хочется поделиться тем, зачем он вышел на сцену. Это неотъемлемая часть творчества. Славянские артисты выступили с отличным праздничным концертом, в котором были красивые хореографические композиции и душевные мелодичные песни. «Чтобы людей вокруг всех желали любви и здоровья, чтобы с доброго неба светила большая луна, наполняя весит дознанной и нежной любовью, Мы вернемся опять, мы вернемся. Мы вернемся опять, мы вернемся. Благодаря культуре жители нашего муниципалитета участвуют в фестивалях и творческих конкурсах, открываются все новые таланты. День работников культуры объединил всех, и тех, кто хранит культурное наследие, и вносит в него что-то новое, и тех, кто получает удовольствие на концертах лучших творческих сил». Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».